Яна Вагнер. Тоннель. Я пришел помочь. Кто-то еще есть в машине? Вам задача понятна, капитан. Никаких лишних разговоров. Вы просто составляете список. Если начнут задавать вопросы, отвечаете, что это стандартная процедура. Вы полицейский. Люди будут сотрудничать. Сколько тебе лет, Старлей? Двадцать пять? Двадцать восемь? У тебя семья, наверное, хорошая, девушка. Ты еще все нормально можешь сделать. Уходи отсюда. Снаружи примерно пятьсот человек. Точнее сказать не могу, я пока переписала только треть, ну или чуть больше. У них кончилась вода и нечего есть. А полчаса назад отключилось внешнее электроснабжение. Там тридцать градусов жары, пять трупов и сбежавший уголовник с пистолетом. Десять часов прошло. Десять. И вот теперь вам его жалко. Теперь вы про него вспомнили. Ну что, мы паспортный стол, что ли? Куда его потом? Лучше бы, правда, воду людям раздали. Хоть какая-то польза. Если что-то все-таки начнут раздавать. Я не очень в это верю, но вдруг. Вы тогда попросите, пожалуйста, чтобы нам отложили. Вообще-то, это была наша последняя вода, если что. Вы убили полицейского и украли пистолет. А теперь захватили воду, которая нужна всем, и почему-то решили, что мы будем с вами договариваться. Ребят, ну ей-богу, прям расстраиваете меня. Давайте конструктивно, что ли, как-то. Чего вы хотите, войну тут устроить у всех на глазах или вернуться с водой? Это что же... Я не понял, Илья Андреевич. Это как же... Война, что ли? Значит так. Здесь решаю я. Это ясно? А ты будешь делать то, что сказано. Скажу прыгнуть, ты прыгнешь. Скажу сидеть, будешь сидеть. А если надо будет для дела, гавкнешь. Ты же в армии служил? Найдем тебе дело. Стрелять не разучился еще? Возьмешь там помповики и топай обратно, наружу. Вообще-то, она к грузовику говорила идти. Я точно помню. Типа, через час все встречаемся у грузовика. Ты привела своих людей. Они кричали. Хотели забрать у нас воду. Окна нам хотели разбить. Ты думала, мы слабые. Отдадим. Теперь вот этого с пистолетом привела. Не надо врать, женщина. Ты не просить пришла. Я остановила панику. Предотвратила бунт. Собрала группу адекватных добровольцев, на которых можно рассчитывать. Я даже нашла медика. Но я надеюсь, вы понимаете, насколько это нестабильное положение. Продолжение следует...